Аллилуйя! Давайте поблагодарим наших левит. Аллилуйя! Спасибо большое. На самом деле это очень ценный труд, то что они делают. Они нас ведут всегда в присутствие Божие. Это очень ценно. Это очень сильно ощущается. Присаживайтесь, драгоценные. Аллилуйя! И сегодня мы будем с вами вместе служить нашему Господу, ибо мы с вами находимся в нашей церкви на богослужении. И служить мы будем сегодня нашему Господу нашим умом. Поэтому я прошу прощения сразу у всех. Я не буду говорить сегодня о том, что Бог вас любит, что все классно. Но это как бы постфактум. Хорошо? Это 100% есть. Мы знаем, что Бог нас любит, все классно. Но мы сегодня с вами будем думать. Я хочу помолиться, чтобы презентация наша была, как она у нас есть на компьютере. Она составлена очень хорошо. То есть это труд моей супруги, соответственно. Знаете вообще, что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина? Знаете, да? Ну это вот комплимент женщинам. Поэтому женщины, вы делаете своих мужчин, помните об этом. Вот, поэтому все внимание у вас должно быть на экран. Я буду говорить об этом, что будете вы видеть на экране. Это очень сильно расширит ваше познание самих себя. Тема моей проповеди, она называется «Испытывайте самих себя». Или же осознанность. Авторские права, то, о чем я сегодня буду говорить, они принадлежат Олегу Курюкову. Это директор академии, в которой мы учимся. Мы учимся в Академии христианского коучинга. И осознанность является основным инструментом в работе с самим собой, то есть внутренняя трансформация, и в работе с окружающими. Без внутренней трансформации, то есть, ты не можешь быть тем, кто ты есть на самом деле. То же самое можно много говорить, да, что вот я христианин, а внутри не быть христианином. Понимаете, о чем я, да? То есть, то, что мы часто говорим о самоидентификации, соответственно. Что я сын Божий, я знаю, я это пережил, да, это мне помогает жить. Поэтому будем начинать. И я хочу задать вам вопрос. У меня есть две вещи, с которыми я хочу начать. Одна – это история, это притча, а вторая – это глава из священного писания. Из чего вы хотите, чтобы я начал? С истории. Да? Хорошо. История очень интересная. Давайте начнем с истории. Значит, жил один царь. У него было большое царство. У него были подданные, как обычно, все нормально. И случилось так, что случился переворот. Царя свергли. Господина. Ну и все, кто был его из ближайшего окружения, все его предали, кроме одного. Этого одного посадили в темницу. Он сидел, надели кандалы на него. Он там сидел, мучился какое-то время. Вернулся господин, вернул себе престол. Тех, кто его предали, понятно, что с ними стало. А этого вызвали он из темницы и спросил у него. Ну как тебе? Было ли тебе тяжело? Он сказал, да, господин, не было непросто. А были ли тяжелые кандалы, которые были на тебе? Он сказал, да, кандалы были тяжелые. Он сказал, позовите людей, казначеев, и насыпьте ему золото столько, сколько весили его кандалы. Он подставил руки, ему насыпали золото. Он посмотрел на господина и сказал, ох, и легкие же были мои кандалы. В этой притче глубокий смысл. Понимаете, да? И давайте тогда мы будем читать целую главу сегодня. Начинать. Это будет 1 Петра, 2 глава. С 1 стиха. Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякие злословия, как новорожденные младицы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Я сделаю здесь остановку, и мы читаем, мы всегда как бы читаем это людям, которые только пришли ко Христу. Мы говорим, что вот вам это надо. Но на самом деле, если мы смотрим в разных переводах и понимаем то, что хотел сказать Петр, Петр это говорит конкретно в учении к церкви. Почему? Я буду объяснять это дальше, и мы будем возвращаться именно к этому же месту Писания не один раз еще. Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, приступая к нему, камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Ибо вы вкусили, что благ Господь. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующие в него не постыдятся. И так он для вас, верующих, драгоценный, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался головою угла. Камень притыкания и камень согласна, о которой они притыкаются, не покоряясь в слово, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, они не помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаевым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Богу, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо зато похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро, страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы тому и призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословил, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал. Он предал, но предал то судей праведному. Он грехи наши сам вознес телом свои на дерево, даже мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Ибо мы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря. Но возвратились ныне к пастырю и блестителю наших душ. Аминь. Так говорит Слово Божие. Друзья, и, как я сказал, моя проповедь называется «Испытывайте самих себя или осознанность». Что же такое осознанность? У меня есть указочка, я вам включу, и будем вместе с вами смотреть. Так вот, видно вам? Есть вещи, которые нужно вам просто фотографировать и размышлять над ними. Потом будет очень много интересных слайдов. Итак, осознанность. Это способность интерспекции собственной деятельности, непрерывное отслеживание текущих переживаний и состояний. Способность обозначить словами свои мысли, эмоции и внутренние процессы. Ну, кажется, как бы замысловато, но с другой стороны все понятно. Это способность интерспекции собственной деятельности, непрерывное отслеживание текущих переживаний и состояний. Способность обозначить своими словами мысли, эмоции и внутренние переживания. Публисир, живший в первом веке, в 73-м году по рождению Иисуса Христа, сказал замечательные слова. Мы можем управлять только тем, что мы осознаем. То, что мы не осознаем, управляет нами. Другими словами, осознанность – это то, что мы можем назвать словом или мыслью, или предложением, облегшись слова в смысл. Понимаете? Это может быть чувство, может быть какое-то дело, может быть что-то. Но если мы не можем назвать это словом, мы этого не осознаем. Священное Писание говорит «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Вы знаете, я верю, что есть такие книги в тайных библиотеках Ватикана, которые ты прочитаешь и ты прозреешь. Помните, я как-то однажды проповедуя говорю, вы знаете о чем Соломон попросил Бога? О чем? О мудром сердце. Вот Митраши говорят, что Соломон попросил о двух вещах. Он попросил, чтобы знать все языки мира и складывать свои слова так, чтобы они точно попадали в цель. Понимаете? Когда мы говорим так, что мы точно попадаем в цель, приходит осознанность. Вау! Ты понял? Ну вспомните, как это с вами случалось, сколько инсайтов и откровений вы получали. Ты услышал и понял. Так вот оно как. Это и есть осознанность. Это способность интроспекции собственной деятельности, непрерывное отслеживание текущих переживаний и состояний. Способность обозначить словами свои мысли, эмоции и внутренние переживания, внутренние процессы. Было ли это раньше? Думаю, да. Но не в такой степени, как сегодня. Сегодня информация, которая поступает со всех сторон, она умножилась. В много-много-много раз, соответственно. А нам с вами надо как-то эффективно взаимодействовать с окружающим нас миром. К этому мы призваны. Мы с вами читали. Помните? Призвавшего на совершенный свой свет, чтобы мы были, как и он. В нашей жизни есть вмешательства, которые мешают нам быть совершенными. Которые мешают нам быть как он. Об этом мы также будем говорить. Также Публисир сказал замечательную вещь. Чем больше человека создан, тем больше он управляет собственной жизнью. Давайте посмотрим с вами, что говорит об осознанности Священное Писание. Стих, который повысил мою осознанность и привел меня именно к этому, то, о чем я сегодня говорю. Находится 2-е послание к Орифянам, 13, 5. Испытываете сами себя, верили вы? Самих себя исследуете? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Интересно. И дальше. Разве только вы не то, что должны быть? Прочитайте еще раз про себя. Испытываете сами себя, верили вы? Самих себя исследуете? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, что должны быть? Этимология слова «испытывайте» происходит от древнерусского слова «пытайте». Пытать, мучить, выспрашивать. Испытываете самих себя, верили вы? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Пос фактум. Все. Все. Иисус Христос в нас. Значит, с этим надо что-то делать. Десять лет назад, когда я приехал с реабилитационного центра, мне не нужна была ни церковь. Братья нужны были, сестры нужны были. А с тем кругом общения, с которым я общался, он был мне неинтересен. Церковь меня в принципе не интересовала. Мне было так хорошо с Христом. Ну, я был ослеплен первой любовью. Я устроился на работу, работал, все было классно. Но что со мной произошло? То, что поселилось в меня Дух Святой. И Он всегда мне говорил, с этим надо научиться жить. Сердце новое, мозги старые. И Бог всегда мне говорил, что с этим надо научиться жить. И как-то выгодно коммуницировать с окружающим миром, выстраивать отношения. И на работе я очень многое часто проповедовал. Однажды мне один брат подошел и сказал, слушай, ты когда-нибудь нам что-нибудь новое расскажешь? И я понял, что мне надо идти в библейскую школу. И я пошел в библейскую школу. Итак, продолжаем, друзья. Современный перевод. Современный перевод этого же стиха. Видите его, да, написано. Проверяйте себя. Верили вы. Испытывайте себя. Неужели вы не знаете, что в вас живет Иисус Христос? А дальше вообще дерзко и резко. Если, конечно, вы выдержали это испытание. Сфотографируйте для себя этот слайд. Поразмышляйте дома над ним. Я когда читал об этом, меня очень сильно коснулось, как это, что это, что теперь с этим делать, как жить. Это стих, который стал повышать мою осознанность. Идем дальше. Первое послание Петра, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припаясь в числа ума вашего бодрства, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Современный перевод. Тут мы как бы тоже для себя думаем. «Посему, возлюбленные, припаясь в числа ума вашего бодрства, совершенно уповая на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Ну вот сейчас как бы все есть, все нормально, все хорошо. Но давайте прочитаем, как это в современном переводе звучит. «Приготовьте свой ум к действию». Это то, к чему я вас сегодня и призвал. Вы пришли сюда, чтобы служить своим разумом. «Приготовьте свой ум к действию». «Храните самообладание». «Полностью надейтесь на благодать, которая вам будет дана, когда явится». Это какое время? Будущее. А настоящее время? Поэтому приготовьте свой ум к действию. Настоящее время. Храните самообладание. Настоящее время. Двигаемся дальше. Еще одно местописание у меня есть. Первое послание Петра 5.8. Это все Петр говорит к церкви. «Храните, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, как дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Когда мы все это в связочке свяжем с вами, если мы живем неосознанную жизнь, умешательства, которые есть в нашей жизни, и я вам сейчас это покажу, и вы их увидите, потому что я их в себе нашел кучу. Вот именно это то, что нас и затягивает в силки, то, что и ставит нам под ножки. А мы с вами призваны к жизни чистой, святой, чтобы провозглашать и произвещать дела его совершенства. Так, двигаемся дальше. Так, это у нас полностью я собрал, чтобы можно было сфотографировать и увидеть. Так, так, так. Назад. Вот эти вопросы, которые точно так же повышают нашу осознанность, это вопросы, которые Бог задает человеку. Ну, Бог задает много вопросов человеку. Но давайте посмотрим, я как бы, делая этот слайд, попытался донести смысл, раскрыть его, соответственно, более глубоко, чтобы было понимание. Какой первый вопрос Бог задает человеку, вы помните? Где ты? Где ты? Ботие 3.9. Где ты? Бог спрашивает у Адама. Как это можно расширить и понять, что это такое, о чем он спрашивает? Вопрос о понимании вами своего местоположения, своего духовного и личностного местоположения, местонахождения. Ну, можно просто как бы отнестись к этому, вопрос спрашивает, где ты? Ну, можно и так. Я ничего не говорю, это неплохо и нехорошо, классно, если тебя это устраивает. Но если нас это не устраивает, то мы понимаем, вопрос где ты звучит именно таким образом. Вопрос о понимании вами своего положения, своего духовного, личностного местонахожения. Что у тебя в руке? Исход 4.2. Вопрос о ресурсах, которыми вы обладаете. Что ты видишь? Амос 7.8. Вопрос о видении, которое вы имеете. Чего ты хочешь? Вопрос о осознании вами своих подлинных желаний. Куда ты идешь? Вопрос о понимании тех целей, которыми вы движетесь в своей жизни. Это то, что конкретно Бог спрашивает у каждого из нас. Эти вопросы Бог задает каждому из нас. Друзья, можно оставить все это так, как оно есть, соответственно, проживать обычную жизнь, обычного христианина? Нет проблем. Можно. И это не говорит о том, что ты не дойдешь до спасения, ты не дойдешь до Христа. Но я часто рисую такую картину. Представь, что ты красивая, мощная машина. И вот как сегодня Нина Борисовна говорила, да, на ресталище. Павел сказал, начав забег, бегите так, чтобы вам быть первыми в современный период. Начав забег, бегите так, чтобы вам быть первыми. И вот эта красивая гоночная машина, да, вот Феррари, я не знаю, что любую, представь себе. И ты вот на ресталище, тебя выпустили, и ты идешь к цели. Вот неосознанная наша жизнь, она приведет тебя к цели, но эта красивая гоночная машина будет вся перевертышем. И так, и туда, и сюда, от канавы к канаве, от кабочени к обочине. Но если ты проживаешь жизнь осознанного христианина, если ты понимаешь, к чему тебя призвал Бог, какое твое местоположение, что у тебя в руках, какое твое видение на твою жизнь, есть ли миссия у твоей семьи, есть ли у тебя твоя личная миссия, и ты разбираешься с этим, халлилуйя. Кто помнит, за кем Бог колесницу послал? Огненную. Как вы думаете, возможно это сегодня? Возможно, друзья. Возможно. Знаешь, очень интересный пример приведу тебе, да, кажется, что, ну, может быть это работает, может быть это не работает, может быть мне это надо, может быть мне это не надо. Есть вот такой очень интересный, очень мощный инструмент. Он всего лишь в трех предложениях. В трех. Вы дома его сделаете, его нет на слайде, я его так скажу. Вы попробуйте дома его сделать сами для себя, вам понадобится всего лишь ручка и бумага. Вам надо ответить на три вопроса. Взрослый человек это для того, чтобы и потому что. Взрослый человек это. Кто такой? Зрелый, не взрослый, простите, зрелый человек это. Надо ответить на этот вопрос. Потому что и для того, чтобы. Объясню, как это работает. Я когда на учебе, там где мы учимся, мы делали это задание. Вы не представляете, насколько это расширило мое понимание обо мне самом. Когда я ответил сам для себя, кто такой зрелый человек. Вы понимаете, что вы пишете все сами о себе. Когда вы начнете отвечать на эти вопросы, это приведет вас к большей осознанности. Вы посмотрите как бы на себя с другой стороны. У нашего директора в Сочи дети уже взрослые. Подростки по 14-16 лет. И девочка 16 лет, у нее уже подростковый бунт. Он у нее отнял телефон. Потому что она как бы вела себя неподобающим образом. И сказала ей, ты понимаешь, почему я у тебя отнял телефон? Она сказала, да, понимаю. Но она заявила, что я взрослый человек. И мне нужен телефон. И я хочу жить взрослую жизнь. Тогда он посадил ее перед собой за стол. И сказал, давай вместе с тобой сейчас поразмышляем. Что для тебя взрослый человек? Знаете, что она ответила? Взрослый человек – это тот, кто делает то, что он хочет. Взрослый человек – это тот, кто может не ходить в школу. Кто может не заправлять постель. Это один пример. Это один пример из жизни. Знаю другого человека. Которого в свою бытность, в юности просто били. И ничего не объясняли. Этот человек до сих пор посредством СОЗа залечивает свои раны. Потому что родители не приводили детей к осознанности. Я перед вами стою. У меня была хорошая благополучная семья. Десять лет я провел в тюрьмах. Потому что я жил так, как я хотел. Взрослый человек – это. Вы знаете, кто такой взрослый человек? Ответьте для себя это. А кто такой зрелый человек? А если у вас есть дети, посадите их перед собой. И пусть они напишут. Взрослый человек, если дети говорят уже подростки. Говорят, мы взрослые. Дайте ему ручку или столько. Напиши, что для тебя такое взрослый человек. Потому что и для чего это. И когда он напишет, вы будете понимать. Куда вам направлять этого человека. Это все касается осознанности. Итак, вопросы, которые задает нам Бог. Где ты? Что у тебя в руках? Что ты видишь? Чего ты хочешь? И куда ты идешь? И раскрытый смысл перед вами. Зачем нам это нужно? Вопрос о понимании вами своего местоположения. Вопрос о ресурсах, которыми вы обладаете. Знание самого себя. Вы видите, что здесь все только о знании самого себя. Вопрос в видении. Кто-то знает из вас свою личную миссию? Кто-то задавался вопросом, что такое личная миссия? Кто-то задавался вопросом, а есть ли миссия у моей семьи? Вы знаете, что у семьи тоже есть миссия? Я вам признаюсь, несколько лет назад я тоже этого не знал. Но когда я только это услышал, я был настолько шокирован. Оказывается, у семьи есть миссия. И знать миссию, это не говорит о том, что ты знаешь ее и все классно. Знать миссию, это когда вся твоя семья знает миссию. Это когда ты сажаешь детей перед экраном проектора и показываешь им. Вот миссия нашей семьи это, это, это и вот это. И миссия может меняться. Миссия семьи может меняться. Это нормально. Но наша задача ввести туда детей. Мы же хотим, чтобы дети были с нами. Знаете, сколько я слышу? Ой, наши дети от нас ушли, наши дети повзрослели. А почему? Ну понятно, написано, что как бы выйдут из дома отчего. А евреи знаете, как раньше жили, как кибуцы возникали? Кибуцы это вот коммуна, община. Одна семья была. И вокруг этой семьи новые семьи появлялись. Они строили, 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 пристраивали, пристраивали, пристраивали дома. И таким образом появлялись общины. Почему? Что-то их объединяло. У них была миссия. У них была миссия семьи. Евреи такой народ. Многие вещи нам приходится догонять, додумывать. Вырывать у них. Как они так? Как, почему так? И для нас это очень важно. Хорошо, двигаемся дальше. Следующий слайд очень интересный. И мы с вами, я думаю, сразу увидим себя. Наша личность делится на Я-1 и на Я-2. Я-2 это подлинное. Настоящее, подлинное. Это то, что замылено Я-1. Я-1 это внутренний критик, вмешательство. То, о чем мы с самого начала говорили. Критичное, оценочное, занудное. Законическое, перфекционистское, сомневающееся. Опасающееся, беспокоящееся. Это я. Вы знали меня таким? Я прихожу и думаю, что он там стоит, этот человек. Да что он поет. Да что он проповедует. Внутри и критик. Он никуда не делся. Он живет в каждом из нас. Возвращаемся в самое начало. Но мы не листать не будем. Где мы сегодня с вами читали? Петр пишет. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, критику. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастать вам во спасении. Петр говорит о том вмешательстве, которое мешает нам жить и замыливает нас настоящих. Я подлинное, имеющее потенциал, творческое, аутентичное, свободное, интересующееся, увлекательное, мечтательное. Вот где мы настоящие, но есть то, что не дает нам двигаться в нашем настоящем. Итак, отложив всякую злобу и коварство, и лицемерие, и критику. Понимаете? Я еще больше, вернее не я, авторские права принадлежат Олегу Корюкову. Но я просто какие-то вещи немного изменил, чтобы они были адаптированы по нам, и нам было как бы более понятно. Еще больше раскрыт этот вариант, смотрим. Осознанная и неосознанная жизнь. Мы говорим с вами о вмешательстве. Посмотрите, найдите себя здесь. Быть как все. Это неосознанная жизнь. Жизнь из «я один». Быть как все. Подражать кому-либо. Следовать чужим целям. Не знать себя. Плыть по течению. Белка в колесе. Тушить пожары. Интересно. Вот я человек, который тушил пожары. Я всегда думаю, боже мой, почему ты меня используешь как топор? У Бога я спрашивал. До недавнего времени. Где конфликт там я? Где в магазине продавцы не там? Так я. Я думаю, господи, я не хочу в этом ничем участвовать. Освободи меня от этого. Тушить пожары. Мне это не нравится. Но я почему-то это притягиваю. Понимаете? Вот как интересно. Носить маски. Хвастаться за все вподряд. Реактивное мышление. Понимаете? Знаешь, что такое реактивное мышление? Вздорные люди. Быстрые. Сразу же. Тушущие пожары постоянно. Эмоциональные. И давайте посмотрим теперь на «я-2». Это то, о чем мы с вами читали до этого. Помним, да? Подлинное, настоящее. Искреннее, мечтающее. Раскрыть смысл. Подлинная жизнь. Быть самим собой. Обрести свой голос. Знать себя. Знать, чего хочешь. Следовать своему сердцу. Быть настоящим. Жить в предназначении. Проективное мышление. Проактивное. Не проективное, а проактивное мышление. Находите себя? Как мы с вами хотим прожить жизнь? Подлинную и настоящую. Есть вещи, которые нам мешают. Еще один хочу дать вам очень мощный инструмент. Колесо баланса. Мы все с вами знаем о нем. Мы все его так или иначе делали. Но оно выглядит по-другому. Если оно... Так, это все вместе. Хорошо. Мы смотрим на него только... Не видим мы весь целый слайд. Вот таким образом. Это чтобы было для вас понятно. Давайте я вам прочитаю, что написано. Многим не видно, что написано. Итак, колесо баланса, которое мы делаем. Это первое. Обетование от Бога. Я буду показывать вам. Все знают, что такое колесо баланса, да? Чтобы нам где-то что-то подтянуть, как-то увидеть. Обетование от Бога. Обетование от Бога. Здоровье и красота. Ой, здоровье и время, простите. Финансы, способности и возможности. Семья. Семья. Миссия семьи и семья. Карьера и личное время. Молитва. Молитва. Дары и служение. Служение. Активность. Социальная активность. И последнее. Осознанная жизнь. Личностный рост. Я привел его как пример. И то, что здесь начерчено, да, мы знаем, как работает с вами колесо баланса, соответственно. Это абсолютно ничье. Оно не мое, ничье. Я нашел его в интернете и просто заполнил таким образом, да. Значит, у нас появился вот колесо баланса, вот именно все вот это колесо, это потенциал. Вот это вот свободное место, которое здесь осталось, вы понимаете, что оно должно быть заполнено. Так или иначе. Оно должно быть заполнено, соответственно, до самого верха. Тогда, мы когда с вами делали его раньше всегда, я его всегда делал, я понимал, что все, что нужно, нужно вот эту недостающую сторону, да, например, вот самообразование. Оно вообще тут на единице. Его нужно подтянуть. Я знал, что если здесь у меня, вот оно, как хорошо. Если здесь, мне надо это подтянуть, мне надо и это подтянуть, соответственно. Но вы не представляете, я не знал, что это такое, а как это подтягивать. Ты иногда начинаешь подтягивать одну сторону, другая проседает. Понимаете, да? Вот как балансировать в этом? Слушайте, есть выход. Есть такое понятие, как рамка результата. Мы сейчас посмотрим на нее, да, я сейчас перелистну. Вот она. Смотрите, потенциал минус вмешательства равно результату. И вот потенциал, который мы там написали с вами, это обетование Бога, здоровье и время, финансы, способности и возможности, семья и миссии семьи, карьера, личное дело, будешь головой и не хвостом, да, как говорит Бог. Молитва, дары и таланты, служение, взаимоотношения и социальные связи, осознанная жизнь, самообразование и личностный рост. Вмешательство. То, о чем мы с вами говорили сегодня. Жить из Я-один. Психологические и физические травмы, болезни и нищета, обстоятельства жизни, ограничивающие убеждения, влияние окружающих. Это все вмешательства. И то, что мы с вами видели в итоге, получилось, сегодняшнее положение дел равно результату. Сегодняшнее положение дел, наше здоровье, наши финансы, уровень взаимоотношений. Было бы плохо, если бы вот с этим мы не знали, как на это реагировать и как с этим бороться. Но у нас сегодня с вами есть курсы древние пути. У нас сегодня с вами есть курсы и инструмент СОЗА. У нас сегодня с вами есть также и коучинговый инструмент. Понимаете? Если раньше я не знал, что с этим делать, как избавиться от того, что я живу жизнь, я один, из этого я живу. Если раньше я понимал, что психические и физические травмы это все, то сегодня посредством СОЗА мы можем от всего этого избавиться. Мы призваны с вами к жизни святой для того, чтобы провозвещать святость и славу Божию. Аллилуйя, давайте встанем, помолимся. Аллилуйя, дорогой Господь Божий. Аллилуйя, Господь, благо дарим тебя, Иисус. Боже, благо дарим тебя, Господь Бог, то, что ты ведешь на свой чудный свет, Господь Божий. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, я прошу и молю тебя, Иисус, Господь. Помоги нам, Господь Божий Святый. Аллилуйя. Помоги нам на этом пути, Господь, по которому мы двигаемся, Господь. Аллилуйя, Боже. Чтобы осознанность, Господь, чтобы повышать свою осознанность, Господь. Аллилуйя, Боже. Аллилуйя, Господь. Мы благословляем Твое Святое Имя, Господь. Благодарим Тебя за все, Боже. Благодарим Тебя, Господь Бог, за Твое учение, Боже Святый. за Твою любовь, Господь Божий Святый, за все, что Ты делаешь в нашей жизни, Господь. Мы хотим, чтобы Ты прославлялся в нашей жизни, Господь. Аллилуйя, слава, хвала и честь Тебе, Иисус. Слава, хвала и честь Тебе, Господь. Благословляем Твою Святую Игорь. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.